Кассета первая Стол православной церкви Иоанн Кронштадтский Всенародно чтимый пастырь и праведник С великим усерденным и великой радостью Отец Иоанн принялся за святейшее дело Законоучительства в гимназии Задело проведение в жизни школы христианских начал Задело воспитание юношества В прекрасных граждан неба и земли Среди гимназической молодежи Он быстро снискал всеобщей симпатии И не мудрено было их завоевать человеку Действительно, какая глубина любви Слышится постоянно в этих обращениях К своим питомцам Здравствуйте, любезные дети Здравствуйте, дети Здравствуйте, детки Здравствуйте, дорогие Бесценные дети Отца Небесного Эта же сила любви Постоянно слышалась и в каждом отдельном обращении Отца Иоанна к тому или другому своему питомцу Или ко всем питомцам, взятым вместе Вот обратите внимание, хотя на следующие строки Так невыразимо простые и в то же время Чарующе увлекательны они Вот вам, дорогие, самое приятное, живое, утешительное слово Не мое, а евангельское Запомните его все и положите глубоко-глубоко в сердце Помните, как любил детей, любит их и теперь сам Господь Иисус Христос Как строго запретил Он своим ученикам, чтобы они не препятствовали им приходить к Нему во всякое время Так как в их простых сердцах почивает Бог Как обнимал их, возлагал на них свои причистые руки и благословлял их Помните, говорю, эти дорогие слова Евангелия, воодушевляйтесь и утешайтесь ими Носите их в сердцах своих и не будьте легкомысленны, невнимательны и неблагонравны Чтобы не оскорбить вам чем-либо любящего вас Спасителя Учитесь прилежно закону Божию и всему полезному учению Не опускайте в воскресенье и другие праздники ходить в Храм Божий И никто и ничто пусть не препятствует вам в этом В Храме особенно Бог принимает наши молитвы Молитесь с сердечным вниманием дома и в классе Молитва есть беседа детей с Отцом Небесным Уважайте и любите начальников и наставников ваших Которые после родителей ваши первые доброжелатели и благодетели Руководящие вас ко всему доброму и полезному Уважайте и сами себя Не доводите себя до поступков унижающих и бесчестящих вас Помните, что Господь Иисус Христос и теперь с вами всегда невидимо Сам учит вас невидимо внутренно, если только вы внимательны Всякою наукой дорожите, всякую науку любите Потому что всякую науку открыл людям Господь Бог Источник разума и премудрости Учитесь охотно и прилежно Когда будет вам трудно или скучно Обращайтесь смело с верой к Господу Иисусу Христу, любящему вас И Он тотчас поможет вам Он особенно любит слушать детские усердные молитвы Как наилучший отец Любите и берегите друг друга В детских играх будьте скромны, сдержаны, осторожны В противном случае можете друг другу нанести ушибы, увечья Вот вам несколько слов от меня, вашего закона учителя Примите их с сердечной любовью, как я сказал Их с любовью к вам Или наставит вас сам Дух Святой Через наше немощное руководство На все доброе, полезное и святое Или вот еще обратите внимание на слово отца Иоанна перед началом учения Сколько задушевности, сколько нежности, сколько трогательной любви к питомцам слышится здесь Дорогие бесценные дети отца небесного Так начинает он это слово Преоспевайтесь при мудрости и возрасте и в любви у Бога и людей Начнем с Божьей помощью опять учить и учиться Утешайте нас своим поведением и успехами Этим вы доставите нам больше ревности и усердия заниматься с вами Как приятно садовнику или любителю комнатных растений видеть Что их растения хорошо растут, зеленеют и дают цветы или плоды И вознаграждает их труды Как они удваивают тогда свое усердие в ухаживании за ними И землю каждогодно под ними переменяют, если это комнатные растения И поливают тщательно и во время А сухие веточки или пожелтевшие листочки обрывают Чтобы они и место не занимали на стебле растения И не безобразили его собою Да соков его напрасно к себе не тянули Зато и посмотреть мило на эти растения Цветочки-то какие, например, олеандры у розы нашей русской и китайской Ты глядишь, не наглядишься И скажешь, дивен ты создатель наш Не только в человеке, в твоем образе и подобии Но и в растениях бездушных, и в цветочках древесных Впрочем, что нам много говорить о растениях и цветах Они все-таки дерево, сено, как нехороши А вот вы, наши растения или лучше божие бесценные Вы наши цветы То, что сказано об них, надо приложить и к вам Мы садовники, вы растения и цветы А гимназия, сад Преподавание – это поливание Перевод из класса в класс – это пересаживание Перемена грунта Сухие ветви и пожелтевшие листочки – это ученики недоброго поведения И безуспешные в науках Сухие и бесплодные, как сухие ветви А иногда желтые, как пожелтевшие листья От того, что уродуют себя самих леностью, непослушанием или грубостью Видел отец Иоанн, что трудно по временам деткам И он спешил к ним со словом утешения Не умывайте от однообразия и по временам трудности ученической жизни Корень учения горек, но плоды его сладки Говорит русская пословица Приятно потом будет вам самим пользоваться полученными в заведении познаниями И прилагать их к делу Не смотрите на то, что вам еще долго учиться Никакое дело вдруг не делается Впрочем, время скоро пройдет Я учился 17 лет, и они прошли как сон Но благодарю Бога, что так долго учился Я приобрел в школе познания, которые теперь по благодати Божией Доставляют мне духовный свет, мир и усладу в жизни Которые научили меня любить добродетель, стремиться к ней И избегать всякого греха Недаром все мы долго учились Мы, видимо, вкушаем плоды долговременного учения Учитесь же прилежно и вы Доживите скромно и благонравно, безропотно Подчиняясь поставленным над вами надзирателям, наставникам и начальникам Такова воля Божия Сами со временем на деле узнаете Что мы полезному вас учили Как себе, так и вам желали только добра Будучи добрым и религиозным человеком Отец Иоанн обладал особым даром преподавания Который имеют далеко не все педагоги Он не ставил двоек Не резал на экзаменах Не задавал уроков А вел в часы своих уроков только беседы со своими питомцами о предметах веры Спрашивал обыкновенно сначала тех, которые заявляли свое желание отвечать урок С великим усердием обыкновенно старались отвечать ему эти, вызывающиеся За такие ответы батюшка ставил высший балл пять с плюсом Сопровождая милостивыми и дорогими словами Спасибо тебе, доброе тяда Его уроки обыкновенно ожидали с учениками Как редкое праздничное удовольствие Все его слушают, затаив дыхание Слея за каждым выражением его ясных голубых глаз Которых столько света и блеска Что, кажется, они все вокруг себя озирают Во всем классе не найдется ни одного мальчика, который бы не понял или не слушал его Спросите любого, внезапно прервав урок И он вам повторит все до мельчайших подробностей Случалось, директор обращал внимание отца Яна на заведомо ленивого или дурного ученика Прося его заниматься особенно с этим мальчиком И что же? Отец Ян не узнавал у себя в классе этого аттестованного ленивца Он был прилежен, толков, понятлив О наказаниях учеников отец Ян не думал Наказания для него совершенно не нужны У него и без них идет дело отлично Горесе, любя своего законоучителя Ученики считали самым большим для себя наказанием Если батюшка был чем-либо недоволен Когда случалось это, они принимали все меры к тому, чтобы вызвать на лице его улыбку И дети начальной школы видели в отце Яне истинного отца Доброго и строгого, взыскательного и ласкового И для них его уроки были скорее удовольствием, чем обязанностью Работой, неприятным трудом Все встречали в школе его с радостью Гимназия вся без развития национальности Ежедневно подходила к нему под благословение К нему прибегали ученики с детскими запросами и нуждами Кажется, ни один ученик не был способен солгать перед ним Или затираться во лжи С каким усердием ходили к отцу Яна ежедневно исповедоваться Как чистосердечно раскрывали перед ним всю свою душу Он имел неотразимое влияние на учеников Бывали случаи, когда педагогический совет гимназии, потерявший надежду на исправление какого-либо ленивого ученика или шалуна Постановлял уволить его Тогда отец Иоанн являлся его заступником перед начальством Просил не подвергать жестокого наказанию Ручался за его исправление и всегда успевал склонить совет в пользу виновного ученика Взяв такого ученика, так сказать, на поруки Он сам принимался за его исправление, наставляя его на путь истины Проходило несколько лет Из ребенка, не подававшего почти никаких надежд, выходил дельный, честный и полезный член общества Если кто думает, что отец Иоанн потворствовал всем худым ученикам, был таким добрым, а вернее недобрым, бесхарактерным законоучителем, какими являются многие Тот жестоко ошибется Отец Иоанн прощал до тех пор, пока можно было прощать Если же дальнейшее пребывание ученика в гимназии было не только бесполезным, но и даже вредным для других То он твердо и решительно подавал голос на их увольнение «Что делать с совершенно худыми учениками?» Спрашивает он в одном из своих поучений «Для блага всего сада, всего заведения, их надо обрывать от здорового тела, да вон выбрасывать, чтобы не заражали других своим поведением Чтобы весь сад состоял из растений здоровых, доброцветных и доброплодных Чтобы ученики неодобрительного поведения не безобразили собой всего заведения и места напрасно не занимали Не тянули напрасно сок заведения, даром бы не ели, да не пили Достойно и праведно есть Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь, говорит апостол Уроки беседы отца Иоанна остались памятными для его слушателей навсегда Уроки отца Иоанна неизгладимо запечатлелись в нашем юном мозгу, говорил впоследствии директор родной гимназии, бывший в числе первых учеников кронштадтского закона учителя Та же говорит об этих уроках и другой ученик отца Иоанна Не иное скажут и все его ученики На публичных экзаменах ученики отца Иоанна отвечали так прекрасно, что между ними не было ни первых, ни последних Уроки отца Иоанна были увлекательны и интересны не только для чистой и невинной детворы, но и для взрослых людей Сколько ласки, сердечности, нежного участия, живой мысли, живого чувства слышалось в каждом его слове Многие его речи как бы огненными буквами начертывались на сердцах юных слушателей его Они не только впоследствии сами жили этими уроками, но и других заставляли жить ими Вот говорит им отец Иоанн о близости к нам Бога Нет ничего к нам ближе Бога Он – Бог сердец А сердце, в свою очередь, всего ближе к нам Это существо наше, сущность наша Как близка к тебе твоя мысль, так близка вера к твоему сердцу, так близок к тебе Бог И чем живее тверже мысль о Боге, тем живее вера и сознание своей немощи, ничтожество, чувство, нужды в Боге, тем он ближе Или как близок воздух к телу и к внутренностям его, так близок Бог к нам Вот он говорит им о молитве Учитесь молиться, принуждайте себя к молитве Сначала будет трудно, а потом, чем более будете принуждать себя, тем легче будет Но сначала всегда нужно себя принуждать А что такое молитва? Молитва – постоянное чувство своей духовной мечты, немощи, созерцания в себе, в людях, в природе, дел премудрости и благости и всемогущей славы Божьей Молитва – постоянно благодарственное настроение Отец Иоанн говорит о начале всех наших распри и неудовольствиях и средствах избежать их Чаще приводи себе на память, что в тебе зло, а не в людях Таким убеждением – совершенно истинным Предохранишь себя от многих грехов и страстей Беда наша часто в том, что мы свое зло приписываем другим Говорит о просвещении и о главных началах в нашей жизни Что значит просвещение научное без любви христианской? Ничто! Мудрость мира сего есть безумие перед Богом Смирись, кисливый ум, перед учением Евангелия и перед нищетою Христовою Сойди со своего пьедестала Стань пониже Пойди к этим бедным, коих сам Христос не постыдился назвать своей братьей ее Протяну им руку помощи Не себе только собирай, не свои только прихоти удовлетворяй А и в Бога богатей добрыми делами, которые и по смерти пойдут за тобой Говорит ли о том, как привлекался отца своих слушателей, отец Иоанн рассказами из жизни и деятельности великих угодников, прославивших себя на том или другом жизненном поприще Как все это действительно было ново, жизненно, захватывающе и увлекательно О заслухах отца Иоанна, как законноучителя, всего красноречивее засвидетельствовали отцы и матери, воспитанных им детей, в день 25-летия его законноучительской деятельности В адресе, поднесенном ему в этот день, они говорили Высокочтимый и всеми уважаемый пастырь и наставник Иоанн Ильич Исполнилось 25 лет еще нового, особо важного твоего служения государству и обществу и в частности нам, отцам и матерям в наших детях Которых ты, как законный учитель Кронштадтской классической гимназии, руководил на пути духовного просвещения Не сухую схоластику ты детям преподавал, не мертвую формулу, тексты и изречения Ты им излагал незаученных, только на память уроков ты требовал Незаученных, только на память уроков ты требовал от них Но на светлых восприимчивых душах их ты сеял семена вечного и животворного глагола Божия Множество детей перешло через твою святую школу Многие твои ученики стоят на различных степенях и званиях на службе царю и отечеству Многие из них еще подрастают и готовятся к вступлению на общественное поприще И все они, вдохновленные тобой и твоим святым общением с ними, вспоминают твою любовь, наставления, твои уроки И все, благословляя тебя, с благоговением вспоминают те незабвенные часы, которые они проводили с тобою Ты сам, не замечая того, своей пламенной любовью к Богу и бесконечным милосердием к своим братьям, людям Зажигал своим живым словом в своих учениках светоч истинного Богопознания А своим святым примером и милосердием наполнял их юные сердца страхом Божиим, верою, упованием на Бога и любовью к Нему и своим братьям Не мерил он только таланты и увлекательности речи, как профессора на кафедре Не мерил он постоянного успеха при сдаче экзаменов Мы говорим о твоей научной деятельности А теми наглядными плодами христианской жизни и нравственности, гражданских доблестей и семейных отношений, которые оказались в твоих учениках в многочисленных примерах Да будет наша отцов и матерей благодарность, как мирная молитва к Богу за тебя Да и зальет он над тебя от всесвятого своего престола столько же духовной радости, сколько ты подал утешение нам в наших детях, в их благонравии и успехах Говоря о служении отца Иоанна в гимназии, нельзя не остановиться вниманием еще на речи, произнесенной директором гимназии города господином Казека в ответ на прощальное слово отца Иоанна Директор говорил Дорогой отец Иоанн, сердечно любимый наш наставник в законе Божием и духовный отец наш Позвольте мне от себя, от имени моих сослуживцев и питомцев сказать вам краткое слово Всех нас печалит мысль о том, что вы оставляете нашу гимназию, расстаетесь с нами Вам известно, с какой упорной настойчивостью в последние годы я удерживал вас в гимназии Но в конце концов должен был подчиниться вашей воле и уступить вашему желанию оставить гимназию, которая вызывалась исключительными вашими обстоятельствами Следует ли мне здесь доказывать, что ваше слово, ваш пример были всегда для нас живительным светом Который с такой силой пробуждал нравственную жизнь, вызывал порывы к духовному совершенствованию А это сами вы знаете, как дорого для учащегося юношества и как должно быть оцениваемо мною Двадцать шесть лет вы здесь в гимназии трудились Двадцать шесть лет вы стерили семя слова Божия на этой ниве И смею сказать, на ниве благодарны Просим же поэтому вас, дорогой отец Иоанн Не забывайте нас в ваших молитвах Да даст Господь, чтобы наша гимназия всегда преуспевала в духе истинного христианского просвещения А теперь прошу вашего благословения на предстоящий наш труд К этим словам едва ли что можно прибавлять Они и без того весьма красноречиво говорят о заслугах отца Иоанна как законоучителя Можно сказать, что у отца Иоанна был особый благодатный дар Какой-то неземной ангельской любви к детям И в последующие годы, уже после окончания законноучительской деятельности в Кронштадте Во время своих многочисленных поездок по России Он с любовью относился к детям Благословлял их Исцелял от болезней, назидал И давал наставления относительно того, как надо воспитывать детей в истинно христианском духе Учитель Богоявленского народного училища Великого Устюжского уезда Вологодской губернии Василий Кукашев Рассказывает о следующем исцелении от жестокой болезни По молитве отца Иоанна малолетней его дочери Нины Имевшем место в 1891 году Когда отец Иоанн был в Великом Устюге Проездом на свою родину в село Суру Архангельской губернии Учитель Кукашев пишет Когда отец Иоанн в мае месяце прошедшего года Проездом на свою родину был в Великом Устюге То дочь моя Нина гостила в то время в городе у своих теток Сдроговых Незавтра до приезда отца Иоанна Нина жестоко расхворалась У нее болела сильная голова Она сама вся горела, как в огне И страшно изменилась Все родные опасались за ее жизнь Настолько была тяжела ее болезнь Услышав, что досточтимый отец Иоанн Кронштадтский Приехал в Устюг Одна из теток Нины, Любовь Сдрогова Решила свести Нину под благословение дорогому батюшке С надеждой, что больная после этого поправится Народу на пароходе, где находился отец Иоанн Было такое множество, что с больной не было никакой возможности Приблизиться к уважаемому пастырю И только благодаря любезности знакомой нам приходной прислуги Пароходной прислуги С трудом удалось достигнуть нашей цели Приблизиться к отцу Иоанну Досточтимый батюшка обласкал моего ребенка Благословил его и поцеловал Ободренная ласковым обращением отца Иоанна Нина, обращаясь к нему, сказала Отец Иоанн Помолитесь за меня Богу У меня голова болит Тогда отец Иоанн снова поцеловал ребенка и сказал Ой, ты моя милая Как твое имя? Ребенок бойко ответил Меня зовут Ниной Нина, Нина, продолжал отец Иоанн Хорошо Я за тебя помолюсь, Господа И он исцелит тебя И затем снова благословил ее И что же оказалось по рассказам родственников и других очевидцев? Дочь моя тотчас после благословения отца Иоанна Почувствовала себя настолько лучше, что свободно и весело добежала до квартиры своих родных, тогда как ранее не могла ходить и, как я сказал выше, была к отцу Иоанну принесена И по настоящее время моя Нина, пишет далее Кукашев, вполне здорова, признаков болезни нет и следа Много трогательного и умилительного найдется в описании пребывания дорогого батюшки отца Иоанна в Киеве Но мы здесь передадим один из фактов, происходивших в лазарете Левашовского пансиона В числе больных отцу Иоанну указали девочку, которая страдала тяжелым тифом И у которой незадолго перед тем вскрыт был обширный гнойник вблизи уха Едва взглянул отец Иоанна больной, и вся его фигура внезапно озарилась огнем чувства Он быстро подошел к больной, припал к кровати и, стоя на коленях, приник к лицу страдалица, осыпая ее искреннейшими ласками и поцелуями Тут сказала вся Бога, одаренная душа великого праведника отца Иоанна Как самая любящая мать, ласкала и утешала он больную Милое дитя, тебе не больно, страдалица ты моя, говорил он Воцарилось совершенное безмолвие, и вся сцена произвела глубочайшее впечатление Возможно было вспомнить сказанные слова, но не средств передать тон, оттенки голоса и все переливы несравненной мелодии чувств Которая вылилась из души любвеобильного пастыря Тут оказалось, сказалось все, пламя беззаветного святого чувства, безграничная любовь, захватывающая душу жалость, скорбь у постели больного человека И, наконец, несравненное сострадание со всеми оттенками и искрами могучего чувства Светоч православия отец Иоанн глубоко верил в возвещаемую Словом Божьим истину о наказании Богом детей за грехи родителей Исход 3467 Однажды, в 1891 году, при путешествии его на север, одна крестьянка привела к отцу Иоанну своего сына лет 7 или 8, совершенно безумного Так что данный ему сладкий сухарь он не умел в рот положить И со слезами на коленях умоляла помолиться и помочь ее сыну Отец Иоанн, держа ребенка на коленях, обеими руками его обнял И, видимо, всем сердцем горячо молился, приникнув своей головой к его голове Потом вдруг выпустил ребенка и сказал Матери вы матери Нужно было видеть, с каким глубоким состраданием и нежной любовью к несчастному мальчику Были произнесены эти слова Матери вы матери Матерь еще больше стала просить Но он опять-таки повторил те же слова, покачал головой Матери вы матери Видно, по нелицеприятному правосудию Божьей за грехи родителей наказание несут даже и дети их Слушилась раз, что одна барыня жаловалась дорогому батюшке на упадок своих детей в религиозно-нравственном отношении А батюшка, а батюшка-то на нее уже и возгневался Ты, говорит, когда родила их, так сразу начала, что ли, мясом кормить? Нет, отвечала барыня Смотря по возрасту Сперва, конечно, молоком, потом кашкой, а когда подросли, стала давать мясо А мясо-то, высказал батюшка Сперва, конечно, давала без костей, крошеное, а потом уже и с косточками позволяла управляться Но обучала-то их, как ты? Спрашивает батюшка Санзбуки, и все постепенно, ответствовала барыня Через гимназии стала быть, в университет вела, сказал батюшка А к Богу-то вела ли? Молитва не учили, потом закон Божий, отвечала ему барыня Скажи лучше, не учили, а долбили, поправила ее батюшка Долбежка духовной науки, говорит, у них с тем же чувством шла, с каким они бы учили арифметику и все прочее Учителя их, говорит, учили всему, что надо, чтобы на экзаменах могли умными показаться Ну а ты-то, спрашивает, за сердцем их ухаживала ли, направляла ли их так, чтобы они, помимо людского одобрения, еще и Божьего бы одобрения достигали? Внушала по силе, отвечала барыня Да ведь сердце своего ребенка двери не найдет Не нашла в их сердце дверей Так вот и получаю вместо людей и зверей, высказал ей батюшка Забыла, говорит ты, что пример роду человеческому показан Господом на птичьем роде У птиц родится сперва яйцо И если это яйцо не будет положенное время в материнском тепле То оно, говорит, так и останется только бездушной вещью Так и у людей Рожденный ребенок, что яйцо, с зародышем, говорит, к жизни, но бездушным к процветанию во Христе Которого ребенка не прогрели родители и ближние до корни души До корней всех чувств его То так и останется мертв духом для Бога и добрых дел Из таких-то вот непрогретых любовью и духовным уходом, ребят И происходят в мире те самые поколения Из которых князь мира сего вербует свои полки против Бога и Святой Церкви его Вспомни-ка, получал батюшка Ведь Христос его не яйцами напоминает нам, что каждому христианину надо дважды рождаться Один раз плотью в жизнь вещественную, а другой раз духом в жизнь божескую Чего, кажись, проще? А вот эту-то, говорит, простоту никак не могут понять люди Поэтому и пожирает нас вечный враг, как яйца недвижимые и бессловесные Да это же, говорит, и друг друга-то мы пожираем Отец Иоанн на первых порах детства, усвоивший грамоту с большим трудом И лишь при особой благодатной помощи Божией начавший учиться с успехом О чем подробно говорилось выше И в последующей своей жизни Всегда проявлял любвеобильное отеческое отношение к учащемуся юношесту Это отеческое отношение хорошо обрисовывалось перед нами В повествовании о законноучительской деятельности отца Иоанна Равным образом оно многократно проявлялось и в пасторских поездках отца Иоанна Когда ему приходилось встречаться с учащейся молодежью Вот, между прочим, прекрасная иллюстрация из его посещения Леушинского женского монастыря Новгородской губернии в 1884 году По приглашению настоятельницы монастыря Рассказывает лицо, описавшее путешествие Отец Иоанн прошел в одну из классных комнат Где собрались все воспитательницы училища Готовившиеся к предстоявшим на днях переводным и выпускным экзаменам Понятно, с каким чувством робости ожидали этих экзаменов воспитанницы Тем более, что на экзамен ожидали самого новгородского архиепископа В группе собравшейся воспитанницы Отец Иоанн прежде всего подошел к одной из них И взяв обеими руками ее голову, поцеловал ее в лоб и сказал Не бойся, крошка моя, ответишь прекрасно От неожиданности воспитанница не могла вымолвить ни слова Только слезы блеснули в ее глазах Затем Отец Иоанн благословил каждую из воспитанниц, ободряя их И напоминая, что сегодня, в пресчищении святых тайн На литургии, только что совершенной отцом Иоанном Они соединились с самим Иисусом Христом Источником всякой премудрости, который поможет им По выходе из класса Игумене сообщило батюшке Что утешенная им воспитанница, лучшая по благонравию Но, к сожалению, самое слабое по успехам Что за ее удачные ответы все опасаются На это Отец Иоанн сказал Господь умудрит и ее Ибо в кротких сердцах он сам почивает И что же? На экзаменах воспитанница эта Своими ответами вызвала даже недоумение экзаменаторов Получив по всем предметам высшую отметку Приписывая такой успех исключительно благословению отца Иоанна А она, оставляя училище, сказала Игумене По гроб жизни не забуду я этого благословения Точно следы его остались на мне Отец Иоанн всегда внушал о необходимости Частого приобщения детей с их тайн Во время одного путешествия своего на север При совершении литургии Он приобщил взрослых и детей В последующие за сим проповеди Изъясняя евангельские слова Оставьте детей приходить ко мне Сказал следующее Когда Господь наш Иисус Христос Ходил по земле во плоти Тогда приносили к Нему родители и сродники детей Чтобы Он прикоснулся к ним А ученики Его иногда не допускали приносящих Увидев это, Господь вознегодовал и сказал Оставьте детей приходить ко мне И не препятствуйте им Ибо как таковых есть Царство Небесное Видите, как приятны ему дети По их невинности Просто сердечию, незлобию и послушанию Господь поставлял иногда детей В пример злостом и говорил Если вы не обратитесь И не будете как дети Не войдете в Царствие Небесное То есть, если не сделаетесь смиренными Простыми, незлобивыми, послушными Добрыми в глубине души То не войдете в Царство Небесное Поэтому я радуюсь Что при моем служении Подносят детей к пресещению святых тайн Ибо приносящие исполняют волю и желания Самого Спасителя Приносите же отцы и матери И впредь ваших детей к причастию Через пресещение ваши дети освящаются Просвящаются Божьим светом Приближаются и присвояются Богу Огрождаются от греха Укрепляются и делаются причастниками Царствия Божия Сверния на первых порах пастырства Притеснение от настоятеля И недоверие со стороны высшей духовной власти Дорогой батюшка Вы давно священно действуете А открыто явились людям не так давно Отец Иоанн То было время изкуса Можно ли сходить на брань Не приготовив себя и не искусившись Эпиграф из беседы отца протеерея Иоанна Сергиева с игуменей Таисией Итак, по окончании курса в Академии Отец Иоанн становится священником Какими думами и чувствами Принял он этот великий сан Смотрел ли равнодушно На это великое служение Или его сердце поменело От сознания высоты Служения пастырского Давал ли он горячие обеты Непостыдны до последних дней своих Всегда служить Христу Или, быть может, он не думал ни о чем Нет нужды скрывать о том Что некоторые, принимая священный сан Не думают много ни о чем Их душа не наполняется чувствами Горячей ревности Служения Христу даже до крови Их зор не простирается в далекое будущее Когда их вера будет подвергаться Всякого рода искушениям и испытаниям Не всегда, даже и во время хератонии В эти редкие минуты духовного подъема всех сил Бывает ясна в их сознании Великая идея пастырского служения Не с такими думами и чувствами приступал К этому служению отец Иоанн Он смотрел на пастырское служение Как на высочайшее служение на земле Высшее всех других служений Его высокие думы о пастырстве Остались думами неразвеянными Никакими невзгодами до конца земной жизни Его душа пламенела такой же ревностью Какой и была наполнена в великие минуты Рукоположения его во священника Он сумел сохранить в себе этот великий дар до могилы Какие чудные строки о пастырстве мы находим в дневнике Священник, ангел Господа-свидержителя Пишет он здесь Ему как ангелу апокалипсическому Даны фимиамы многие Докодит перед престолом Божиим Предликами Господа и святых И приносит Богу молитвы о всех людях Его одежда во время богослужения Изображает его как ангела Ибо филон изображает нетленное одеяние И крылья ангела Божия И действительно, священник должен быть как ангел Воспарять выше земного Быть выше житейских пристрастий Беспрестанно возвещать величие и славу Божию в Церкви Божией людям его Возвещать воли его Быть хранителем и провозвестником вечных заповедей Божиих Должен отличаться мужеством, неустрашимостью Быть выше всякого лицеприятия и неправды Должен уподобиться ангелам по своему постоянному воздержанию Чистоте, неусыпному бдению О веренном ему от Господа залоге О бессмертных душах человеческих Председствие диаконов в священнослужении Означает важность священнического сана Как сана Христова и апостольского Христу служили ангелы Священнику служит диакон Высота пасторского служения еще яснее будет для каждого из нас Если мы хотя бегло обратим внимание на священнодействие священника Отец Иоанн пишет Я предстаю престолу Бога Вседержителя Который верил моей молитве и предстательству царей И царства вселенной Всю вселенную, в особенности царство русское И царя России с его домом Его палату и воинство Всю церковь, всю иерархию, епископство, присвятеров Во Христе диаконов Весь притч и людей Всякий город и страну И верой живущих в них Предстаю престолу Вседержителя Во власти коего неба и земля Все стихии Свет, воздух, огонь Вода, земля И все плоды земные Суша и море Все животные земные и водяные И который дал мне право ходатайствовать перед ним О благорастворении воздуха И об избавлении от землетрясения Огня, меча, нашествий на племенников И междоусобной брани О всяких бедствий, постигающих людей за грехи Я стою у самого источника жизни всех тварей У самого источника благодати, очищения и спасения Я стою перед самою неприступною Всеблагою, всепремудрою И всемогущую державою Перед которой преклоняется Все живущее на небе и на земле Каком же должен быть я Поставленный на такой высоте У такой святыни У такого величия У такой бесприкладной державы У такой красоты Истина Я изображаю таинство Христова Керувимов Высоко мое служение А я грешник Страстен, немощен Господи Удавли мя сам на сие служение Велик и превысок сам священника Он предстоит ежедневно престолу Божию на земле Как ангелы на небесах Приносит Богу благодарственную жертву За всех святых Ходотайствует о всем мире За всех живых и умерших В вере и надежде воскресения Совершает небесные таинства Непрестанно беседует с Богом Как доверенное лицо Славит, благодарит, умоляет И его обращает заблуждающихся Вразумляет, убеждает, утешает Наказует духовно Священник должен быть не только свят Но особенно свят Как человек Божий Как непрестанно беседующий с Богом Священник Уста всех Ум и сердца всех людей Предстоящих и молящихся в храме Он выражает их словословия Благодарения Прошения Каковы же должны быть эти уста Это сердце Этот ум Высоко положение священника Но и велики обязанности его Отец Иоанн пишет Священник должен быть не только свят Но особенно свят Как человек Божий Как непрестанно беседующий с Богом И это вполне справедливо Какое чистое сердце Чуждое всякого житейского пристрастия Должен иметь священник Чтобы быть ему вместилищем И носителем божественной любви Любви святой Пламенной ко всему человечеству Возлюбленному и спасенному Богом Во Христе Иисусе Господе Чтобы приносить Богу Бескровную жертву О всем мире О церкви небесной, земной и преисподней Или о колене небесных, земных и преисподних Чтобы искренне от чистого сердца Приносить Богу благодарение От лица церкви За патриархов, пророков, апостолов, мучеников, евангелистов, иерархов, преподобных и праведных Какое требуется бесстрастие от священника Служа соединительным звеном Соединяющим земное с небесным Он должен быть сам небесный человек Только телом касаясь земли А сердцем и душою Весь простираясь в небеса И пребывая на небе Во время литургии священник Вес должен быть объят любовью к Богу и ближним Искупленным и соискупленным кровью Христовою В нем не должно быть никогда Ни гнева и огорчения на кого-либо Или пристрастия к чему-либо земному К пище ли, одежде ли, украшению ли Отличию ли служебному, к лесу ли какому Он всегда должен быть горний, Божий, святый И да будет так Священнику во время богослужения Надо осознавать свое высокое небесное достоинство Как служителя Божия И как совершителя пренебесных тайн И не раболепствовать перед людьми Ради суетной славы или житейских выгод Не страшиться лица человеческого Этой травы, сегодня зеленеющей А завтра увядающей И не для себя должен жить пастырь А для ближних своих Для своей паствы Священнику прежде всего нужно стяжать Любовь и евангельскую Она нужна ему каждую минуту Каждое мгновение Нужна, когда он молится за торжественной службой в храме Когда молится дома или в домах прихожан Когда совершает таинство веры Когда находится в обычных ежедневных сношениях Житейских, семейных, товарищеских Или сношениях с прихожанами С начальниками или подчиненными С воспитанниками и кончившими время воспитания С детьми и взрослыми, старыми и малыми Но особенно нужна ему любовь При совершении божественной литургии Которая есть вся Таинство бесконечной любви к роду человеческому Священник должен иметь непрестанно в себе дух Христов И любить в своих посомах И вообще всех людей Утробою Христовою Взгляд священника на людей должен быть Всегда взглядом Христовым Святым, любящим, кротким, незлобивым Терпеливым, всеобъемлющим, глубоким Пастырь должен быть печальником о всем мире Весь мир всегда на его устах Все люди всех званий и состояний Он молится о благосостоянии всего мира Пастырь должен быть предан всегда общему делу, благу Не о себе только помышлять, не себе угождать Тем менее страстям своим Касательно себя его желания должны быть самые ограниченные Он всем все Священник-носитель духа любви вселенской Духа святыни, кротости, терпения Представитель истины и непоколебимости Твердости церкви, неизменяемости ее Вообще священник должен быть врачом людей Духовным и телесным Утешителем печальных и скорбящих Заступником невинно гонимых Особенно вдов и сирот И помощником для всех О, как должен быть высок духом и горяч любящим сердцем священник Он должен быть ангелом земным, достойным носителем звания Христова Звание пастыря, священника, отца, судьи, заступника, миротворца, врача, писателя Созерцая все служение священника Его служение Богу и людям Отец Иоанн говорит О, Иерей, ты должен быть великим, высоким и возвышенным всегда в душе По причине величия сана твоего, по причине великости дела твоего Какое ты поставлен делать Посмотри, с кем ты в постоянном общении молитвенном С Богородицею, со всеми святыми С самим Богом Со всею церковью на земле Великий ты должен быть человек О, Иерей И никак не малый Возвышенный И никак не низкий Ты служишь бессмертию и нетлению Презирай то, что смертно и тленно Ты служишь правде и святыне Отложи грех Возненавидь его всей душой Отрень его В своих проповедях отец Иоанн неоднократно подчеркивал великое и важное значение священнослужителей архиепископов, епископов и иерей Говорил, что только одна наша православная церковь обладает епископами, поставленными самими апостолами Которым самим Господом дарована благодать, как дар Святого Духа Другие же все религии и вероисповедования, кроме католической, говорил батюшка Не могут считаться и религиями, так как у них нет такого благодатствованного священства Отец Иоанн в заключении добавил Потому православные священнослужители вполне заслуженно должны пользоваться любовью своих посомых А посомы должны быть послушными и покорными им И тогда только церковь будет процветать Батюшка весьма сожалел об упадке веры в самом духовенстве Вспоминая слова Святого Иоанна Златоуста, что из священников немногие спасутся Однажды, говоря прекрасное слово о великой важности священного сана С каким достоинством его нужно носить и с каким уважением должно к нему относиться Батюшка с грустью прибавил А как теперь много развелось таких священников, которые пренебрегают своим званием Нисколько не заботятся о том, чтобы поучать народ А думают лишь об одних развлечениях Одному почтенному иерею кронштадцы говорили Батюшка наш часто молится о своей собратьи, то есть о духовенстве И сильно скорбит о нерадивых пастырях Однажды он выразился Если бы все мы пастыри были бы как должно То дьяволу нечего было бы и делать Итак, по мысли отца Иоанна, пастырь, ангел земной, носитель вселенской любви Уста всех, утешитель, врач, печальник, заступник, помощник Отец, судья, миротворец, писатель, молитвенник Таков взгляд отца Иоанна на пастырское служение Отсюда нетрудно понять, как он начал с самых первых дней И относиться к своим пастырским обязанностям, ставшим пастырем С первых дней своего высокого служения церкви он поставил себе за правило Сколь возможно, искренне относиться к своему делу Пастырству и священнослужению Строго следить за собой, за своей внутренней жизнью Вследствие этого, по определению в Кронштадте в 1855 году У молодого еще священника оказалась масса занятий Замечательное явление Большинство священников ищут работу, занятия Не знают, как убить время от одной службы до другой Иногда позовут к больному или роженица А потом опять нечего делать Некоторые стараются набрать побольше уроков Но и при этом все-таки свободного времени бывает достаточно Даже для карт, приема гостей, знакомых и так далее Другие стараются убить свое свободное время Во всевозможных членствах, комитетах, комиссиях, собраниях Многие из молодых пастырей становятся настоящими чиновниками Бюрократами У отца Иоанна сразу же не стало времени Ни пообедать, ни отдохнуть Ни провести час другой в семье Его никто не знал в Кронштадте В котором он раньше никогда не был Да и священствует он там всего недавно А дело у него столько, что с утра до вечера не переделаешь Никогда не роптал отец Иоанна свою судьбу Не жаловался на обилие дела, на отсутствие досуга Никогда не приписывал себе, что совершал доброго и хорошего Никогда нигде не перечислял своих заслуг Это весьма замечательно Как он не похож в данном случае на многих своих собратьев В 1886 году отцу Иоанну поднесли Астромировое Евангелие и адрес В котором, конечно, восхваляли его Отвечая на этот адрес, дорогой батюшка-отец Иоанн говорил Если вы хотите почтить во мне благодать Божию и силу Христову В немощах моих совершающейся к славе Божией То с благозавейной радостью принимаю эту честь Не к себе ее относя ко Христу Если же хотите восхвалить лишь для меня Мою энергию или самоотвержение То не принимаю честь, ибо во всем правда наша пред Богом, как рубище поверженное и негодное И скажу, как наставлен Господом Я раб непотребный, ибо сделал только то, что должен был всякий сделать на моем месте При добром расположении ко мне русского народа Да, братья и сестры возлюбленные Не принимаю похвалы себе Ибо тебе, единому Господу, за все подобает хвала и слава Но так как вы, друзья мои, чествуйте меня ныне, чествуйте в лице моем добродетель Которая во мне только слабый зародыш А хвалящие добродетели сами причастны ее То да почтит вас Господь Бог И да утвердит вас и меня во всем добром, честном, достохвальном Да подаст мне еще бодрость и силы Мы не устану служить и Ему, Господу Богу нашему И видим Его Где бы они ни жили, в Краснодаре, или Петербурге, в Крыму, или Пятигорске В центре или на окраине России Служить по сильной помощи, потому что все они наши братья Все члены одного тела Каждый воскресный или праздничный день Отец Ян произносил в церкви непременно поучение Проповедовал постоянно потому, что высоко смотрел на дело церковного учительства На дело служения Слова Деяния 6.4 Часто у отца Яна проповеди предшествовала молитва к Богу о даровании Ему Слова Благодарю Господа, пишет он в своем дневнике Даровавшего мне Слова и предмет Слова к народу Перед общей исповедью вечером в 8 часов Да и днем, после прежде священной литургии По прочтению молитв предисповедью Помолился Господу и даровал мне Слово Полезное для тысячи душ собравшихся Многие ли из современных проповедников обращаются к Богу с молитвой Перед составлением своей проповеди Многие ли из них благодарят Бога за успешно составленную и произнесенную ими проповедь Многие ли так смотрят на проповедь Вступив на место своего назначения Незнакомый никому из кронштадтских жителей Отец Ян сразу обратил на себя общее внимание своим старанным По мнению многих поведениям Окружающие, привыкшие видеть в каждом священнике человека Человека, отбывающего служебную повинность К удивлению своему Не встретили в молодом священнике ничего натянутого и неискреннего, ничего материального Глазам их представился человек Воспламененный духовной ревностью Сосредоточенный Уходящий внутрь себя И презирающий внешние впечатления Нередко он возбуждал удивление А почастно смешки неверующих Когда со скрещенными на груди руками Проходил по городу С пристально устремленными вперед взорами В которых так и светилась сокровенная мысль Некоторые даже считали его за человека ненормального Слухи о нем, конечно, не могли до него не достигать Но эти слухи не вносили смущения в его светлую и чистую душу Потому что свой внешний образ жизни Он обуславил следующими словами Помеченными им на полях Евангелия Безумных Христа ради Во сне были посмешищем всему миру Но дела их были таковы Что их не достоин мир В первых же дней служения церкви Отношения отца Иоанна к обязанностям и к ближним Стали таковы Что оставалось изумляться Как глубоко, как тонко И с каким сердечным влечением Он понимал высоту своего призвания Он сознавал, насколько велико это призвание Какую страшную ответственность он несет перед Господом Не только за себя, но и за всю свою паству Сознавая это, он поставил в основу любовь евангельскую То есть такую, которая приобретается не внешними качествами А делами, по наставлению апостола Павла Тимофею Каковым должен быть пресвитер Образом быть верным в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте Через внутренние самоиспытания он проник духом Что пастырю прежде всего необходимо заслужить любовь паству Что только ее сердечное отношение к пастырю Может служить прочной поддержкой и утешения в трудном деле священства А потому сердце начертал план своей духовной деятельности Самой высоконравственной Хранить чистой совести дары Духа Святого Сообщенное через рукоположение архипастерское Совершать богослужения по возможности ежедневно Приносить бескровную жертву и через таинственное единение с Господом Укрепляясь духом Приносить царю всех молитвы о верующих И, наконец, по прохождении пастырем земного пути Предстать на страшный суд вседержителей И отдать отчет о делах паства Наставлять и вести, которые в деле спасения Было ему поручено и его саном Чтобы лучше обрисовать взгляд отца Иоанна На обязанности священника Приведем сказанные им в своей автобиографии слова С первых же дней своего высокого служения церкви Я поставил себе за правило Сколь возможно искренне относиться к своему делу Пастырству и священнослужению Строго следить за собой и за своей внутренней жизнью С этой целью я прежде всего принялся за чтение священного писания Ветхого Завета Извлекая из него назидательное для себя Как для человека, священника и члена общества Потом я стал вести дневник В котором записывал свою борьбу с помыслами и страстями Свои покаянные чувства Свои тайные молитвы ко Господу Свои благодарные чувства за избавление от искушений Скорбей и напасти и постоянную помощь Вменил себе в обязанность в каждый воскресный и праздничный день Поучать паству Произнося проповеди или собственного составления Или печатные митрополита Григория И действительно, ни одну иоту не отступая от слова В деле пастырского служения Имея в начале довольно свободного времени Он принялся за тщательное и внимательное чтение Книг священного писания Ветхого и Нового Завета Насколько было внимательно это чтение Какое глубокое впечатление произвела на него Библия Лучше всего свидетельствует Сделанное им на полях этих книг пометки Как, например Разве легко иметь совершенную любовь? Любовь есть сам Бог Считай себя хуже всех, если хочешь быть совершенным Иерей Божий Верь от всего сердца Верь всегда в благодать, данную тебе от Бога Молиться за людей Божиих Да не будет напрасным в тебе этот великий дар Божий Которым ты можешь спасти многие души Скоро слышит владыка твою сердечную молитву о людях И удобно преклоняется на милость к людям Как на молитву Моисея, Аарона, Самуила, апостолов Искупай всякий молитвенный случай В церкви, когда совершаешь богослужение или таинство На домах при совершении таинств, молитвословия и молебнов Везде и во всякое время помни о спасении людей Божьих И стяжешь великую себе благодать Божию Идущий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает И я в нем Это осязательное И опыт подтверждает это Преблажен, преисполнен жизнью тот человек Который с верой причащается святых тайн С сердечным раскаянием во грехах Это истина осязательна Ясна еще и из противного Когда без искреннего раскаяния в грехах И с сомнением приступаешь к святой чаше Тогда входит в тебя сатана И пребывает в тебе, убивая твою душу И это бывает чрезвычайно ощутительно Хорошо молиться мне о людях, когда причащусь достойно Тогда и отец, и сын, и святой дух Бог мой во мне И я имею великое перед ним дерзновение Царь тогда во мне, как в обители Просить чего хочешь К нему приедем И обитель у него сотворим Иди-ка, хотите, просите И будет вам Я немощь, нищета Бог, сила моя Это убеждение есть Высокая мудрость моя Делающая меня блаженным И где я, там и слуга мой будет Со мною на престоле моем Восхищены будете на облаках С Господом будем Вот наше упование Господь, как сердцеведец Зная нашу скупость И мелочную корыстную расчетливость В том случае, когда нам предстоит Оказать гостеприимство и милость людям От которых мы нечаем восприять равное Обещал вас дать в день суда Не только за то, что мы накормили голодного Напоили жаждущего Одели нагого Посетили больного и находящегося в темнице Но обещал награду даже за чашу студеной воды Поданной христианину Или во имя его неверному И кто напоит одного из малых Всех чашей студеной воды Истинно говорю вам Не потеряет награды своей О благоутробие Христова Кто после этого не устыдится Своей жестокости сердечной И скупости постыдной Такие пометки попадаются почти против каждого стиха С подчеркиваниями мест Имеющих особенное руководительное значение В деле духовного совершенствования Что же касается заведенного им дневника То в настоящее время он достиг Слишком двадцати довольно значительных По объему тетрадей Здесь рисунок Преосвященный архиепископ Никанор Херсонский-Одесский Ревнитель православия Поразительнейшее знамение времени Отец Иоанн Кронштадтский Писал он в свое время Всероссийском пастыре отца Иоанна Преснопамятный архипастырь Херсонский Богософ и философ Никанор Истина поразительна Даже чудесна Самая вера в отца Иоанна Кронштадтского Во всех слоях Петербурга Да и во всех концах России Русский паломник тринадцатый год Номер пятый Таким образом у отца Иоанна На первых же порах служения Оказалась масса дела И о стремлении убить время праздно Разумеется, не могло быть и речи Шаг за шагом Не спеша Он приобретал познания Которых, по его мнению Ему мало дало академическое образование Приобретал силу духа и веры Словом, шаг за шагом Нравственно совершенствовался Кроме того Он поставил себе в неукоснительную обязанность Ежедневно совершать божественную литургию Он ежедневно таинственно соединялся с Господом Через сердечное покаяние и приобщение святых таинств И таким образом изо дня в день Свел, хотя незаметную для других Но полезную, кипучую, одухотворенную деятельность Для не помышляя об отдыхе Такое самопожертвование пастырское Не покидало его никогда Несмотря на всю тяжесть окружающей обстановки Выражавшейся в непонятно враждебных отношениях Со стороны интеллигенции Не понимавшей высоты его служения Причем нередко доходило до открытого глумления Над личностью почтенного пастыря со стороны некоторых Нужно было видеть, с какой кротости, с каким неизлобием Отец Иоанн постоянно переносил все насмешки, вражду Чтобы судить об его душевных достоинствах Единственным оружием против подобных невзгод Ему служило молительное обращение к Богу Дававшему силу бороться с искушениями Нелегко было в начале служения почтенного пастыря Борьба за сердцелостью и сердец окружавших Борьба с непонимавшими его И особенно трудная в жизни каждого истинного служителя Христова Борьба с тем невидимым врагом О котором говорит в одном из посланий своих первоперховный апостол Всюду и постоянно сопутствовало ему Об этой непрестанной духовной борьбе с невидимыми врагами Духами злобы и всяческой неправды Сопровождавшей его всю жизнь В предисловии к выдержкам из его дневника Печатавшимся в русском паломнике Отец Иоанн говорит следующее Сила моя в немощи совершается, говорит Господь Где умножился грех, там преизбыточествует благодать Говорит великий апостол Эта сила и эта благодать Господня И во мне немощным и грешным Воспреизбыточествовали во все дни жизни моей С ранней юности до настоящих дней И проявлялись осязательно в чудном озарении души моей Светом покаяния и молитвы В умилении сердца и чистых, горящих, животворных и сладких слезах Скверну сердца очищающих Я старался всегда совершать домашнее и общественное богослужение С ясным и глубоким пониманием его смысла С сильным и горячим чувством с миром в душе Но есть сильные враги молитвы Это, во-первых, наши страсти житейские И начальства и власти тьмы Духи злобу поднебесной О которых апостол говорит в своем послании Наша брань не с плотью и кровью Но с начальствами и властями тьмы С духами злобу поднебесными Эфесянам 6.12 С этими всезлобными врагами молитвы и всякой правды Мне и приходилось вести неравную, упорную и жестокую борьбу На жизнь и на смерть С самого начала моего священнического служения Потому что священник по самому-самому своему и званию Есть Божий ротоборец Обреченный во всеоружие Божие Для непрестанной Невидимой брани С невидимыми легионами злых духов Нападающих рано или поздно На оружника Христовой веры С пламенными стрелами злобы своей С тонкостью, хитростью, быстротою И силой многовековой своей падшей духовной Сильной природы Но так как священник есть также человек падший Грешный, многострастный, легко уязвимый С разных сторон своей внутренней жизни И в этом заключается слабая его сторона Или слабые его стороны При ведении духовной борьбы с миродержителями века сего То я с самого начала моего священнослужения Должен был усиленно молиться Господу сил Как и теперь молюсь Да научит он все благие руки мои на ополчение И персты мои на брань Невидимую, упорную, ожесточенную И я не оставлен был беспомощным в этой спасительной брани Я возводил очи мои полные слез к небу Откуда всегда приходила мне помощь и приходит Хоть часто не скоро по причине бывшей неопытности В искушениях на молитве При непрестанных внутренних искушениях Я должен был постоянно обращать душевное око мое Внутрь себя Чтобы усматривать нападение невидимых врагов И таким образом приучил себя почти к непрестанному Духовному созерцанию Тайной молитве И всегдашнему благодарению Господа За неспосылаемую мне помощь в духовной войне Ибо с помощью Божией я всегда в конце концов И ходил победителем из нее Хотя при начале моего служения бывал Часто побеждаем коварством и хитрости бесплодных врагов При таком характере моей внутренней жизни Господь сподоблял меня часто чудных внутренних озарений И светлых мыслей касательно молитвы вообще И разных предметов веры и жизни христианской В одном из поучений своих о духовной войне Он говорил следующее В настоящей жизни есть война А все мы воины И каждый из нас на своем месте и в своем кругу С помощью Господа может быть победителем Во-первых, побеседуем о необходимости Побеждать себя или идти против себя В настоящую половину девятнадцатого столетия Подобное слово может показаться совершенно несвоевременным Отсталым от века Несогласным со взглядом большинства людей Потому что любимое выражение нынешних людей такое Ни в чем себе не отказывай Если можешь, живи в свое удовольствие Жизнь коротка Спеши наслаждаться Сегодня живы, завтра умрем И конец нам Но проповедник слова истины не должен потворствовать духу века Соображаться со взглядами людскими Он должен говорить чистую истину Божию Идти против ложного направления духа времени Исправлять ложные мнения и направления людей Итак, именем вечной истины утверждаем Что всякий человек, христианин особенно Должен побеждать себя Кто хочет идти за мной, говорит Спаситель Да отвергнется себя Христианин должен побеждать свои страсти и похоти Побеждать пристрастие к этому временному веку и к его благам Богатству, роскоши, увеселениям, плотоугодию Необходимо побеждать житейскую гордость Счиславие Эту болезненную мечту душ Не сознающих своего бедствия и окаянства Впрочем, не себя только нужно побеждать христианину или свои страсти Но надо побеждать и мир Надо идти против богопротивных правил и обычаев мира Против его духа и направления Всегда противоположного духу Христову, духу Евангелия Наконец, каждый из нас обязан вести брань с начальствами и властями и миродержителями тьмы века сего С духами злобы поднебесными И побеждать их Эти невидимые все злобные противники, враги Божии и наши Не имея никакой возможности причинить вреда всемогущему Богу По попущению Божию Всячески клевещут людям на Бога Внушая им хулу на него Ропот, дерзость против него Противление его заповедям Научая их Всякой нечистоте Знают они мерзкие Что человек Есть прелюбезное творение Божие, созданное по образу Божию И думают Нанести печаль Богу Уродуя его творение Искажая в нем образ Божий Вооружая человека против Бога Отчуждая его сердце от Бога Прикоивая его к вещественности К земности И оскверняя его всевозможными страстями Так мы все должны побеждать себя, мир и дьявола И побеждая ждать в будущем веке венца победы Или, если будем непрестанно побеждаемы По нерадению, духовному бездействию И малодушию, и пристрастию к зимним вещам Должны идти в плен вечный Глубоко поняв свое призвание Всем сердцем уразумев Любовь евангельскую И на ней положив основу своего служения Он, так сказать, воплотил в себе идеал истинного пастыря И как верный служитель Господа Одаренный им даром молитвы и исцелений Соединил сначала тесный кружок в Кронштадте А впоследствии повсеместно всех верующих с собою Как бы в одно целое И тем доказал силу Божию проявляющуюся И в наш неверующий век на избранных Неприязненно относился к отцу Иоанну И его и ближайший начальник, настоятель собора Настоятелю не нравилось, что отец Иоанн стремится Каждый день служить литургию И настоятель стал препятствовать ему в этом Брал к себе на квартиру антиминс Делал много и других неприятностей Отцу Иоанну не раз приходилось бывать под разными следствиями То его обвиняли в неблагочинном поведении при богослужении Это образцового пастыря Вот она наша духовная ограниченная бюрократия То его обвиняли в самовольных отлучках И так далее, и так далее И мало ли еще какой клеветы не возводили на него Для большинства образованных людей Чужды к заповеди апостольской О необходимости уметь различать людей по их духу И избирающим более легкий способ познания Почти всегда ошибочны Именно по внешнему облику и по первому впечатлению Дорогой пастыр русского народа Отец Иоанн был всегда загадкой и какой-то тайной Поэтому в своей труженической жизни Он дважды подвергся жесточайшему гонению В начале своей деятельности по зависти окружающих И в конце жизни по злобе врагов православия Аристократии и интеллигенции ожидали видеть в нем Величественного, изящного пастыря, производящего впечатление Интонации голоса, пронизывающим взором и таинственности Изречений Но небольшая худощавая его фигура, быстрота движений Характерные особенности сельского батюшки Производили на многих неблагоприятное впечатление Первые 15 лет служения и подвижничество отца Иоанна в Кронштадте Возбуждали не только опасения высших иерархов и блестителей православных в ведомство За судьбой этого необыкновенного пастыря Но смущали по совершенно другим уже причинам Живших в то время великих духовных деятелей Как, например, преосвященного Феофана Затворника Несколько раз строгий митрополит Исидор допрашивал отца Иоанна Заставлял его служить при себе и доискивался Что есть в нем особенного, даже сектанского Как уверяли и доносили ближайшие священнослужители Победоносцев вызывал его к себе и сказал Ну вот вы так молитесь, больных принимаете Говорят, чудеса творите Многие так начинали, как вы А вот чем-то кончили Не извольте беспокоиться, ответил дивный батюшка В своей святой простоте Потрудитесь дождаться конца Преосвященный Феофан счел необходимым отнестись К отцу Иоанну письменно Со словом любви и наставления И высказать, что он взялся за такую подвижническую жизнь в миру Среди всех житейских соблазнов и невзгод Которая неименуемо должна привести его к страшному падению Или окончиться ничем Что никто еще со времени принятия христианства Не только в России, но и на Востоке Не решался на подобный путь Будучи не монахом, а священником Живя вне ограды и стен монастырских И что это непременно породит величайший соблазн В духовенстве и народе Неприязненно относился к великому праведнику отцу Иоанну И кронштадский полицмейстер Головачев Который впоследствии был предан суду за лихаимство и взяточничество Зная враждебные действия Головачева против отца Иоанна Прокурорская власть вызвала отца Иоанна в качестве свидетеля Здание суда ломилось от публики в день допроса отца Иоанна Головачева и его защитники сильно волновались Но вот начался допрос К общему удивлению и разочарованию многих Отец Иоанн говорил только о хороших поступках Головачева И в каждом обвинительном пункте находил что-либо гуманное, полезное Свидетель, обратился к отцу Иоанну прокурор Вы должны на суде говорить всю правду, ничего не скрывая Глаза отца Иоанна засветились тем огнем, который не раз заставлял дрожать многих Он не дал докончить прокурору начатой фразы, сказал твердым и решительным голосом Я говорю по священству Все присутствующие затаили дыхание Прокурор отказался от допроса, защитники также И отец Иоанн оставил зал суда Дорогого батюшку часа полтора держала в коридорах толпа народа, прося благословения Слова «Я говорю по священству» у всех надолго остались в памяти Против отца Иоанна высказывались как в обществе, так и в печати Там и здесь возводили на него чудовищные незаслуженные обвинения Так в 1883-1904 годах, когда слава о его жизни и делах, милосердии и молитве, проникла в столицу Одна из мелких газет, минута, не существующая уже теперь, поразительно резко восстала против почтенного пастыря Эта газета обвиняла отца Иоанна в основании какой-то небывалой секты Упрекала в небрежном будто бы отношении к своим обязанностям К извращении священного писания Мало того, она стремилась доказать, что почтенный пастырь Разрушает семейные лузы и кичится своими благодеяниями В довершение всего, минута взывала к общественному мнению и принятию каких-либо мер против отца Иоанна Некоторые распространяли даже какую-то бессмысленную молитву, приписывая ее отцу Иоанну В 1889 году доктор Попов выразил на суде та же крайне неблаговидное мнение об отце Иоанне Он отозвался о нем, как о фанатике, заражающем своим фанатизмом всех окружающих А на следующий день один публицист, раздув этот отзыв, не обинуясь, назвал всех почитателей отца Иоанна Сумасшедшим домом на свободе Но отец отца Иоанна не смущала эта клевета В минуты гонения, воздвигаемых на него, он приводил себе на память слова спасителя Раб не может быть больше господина своего И утешал себя следующими мыслями Как гнали господина жатвы, так будут гнать во все времена истинных последователей его Но Господь заранее утешил всех своих верных учеников ублажением и обетованием им величайшей награды на небесах Вечного Царства Небесного и наперед, претерпев сам жесточайшее мучение и смерть Оставил всем нам пример мужества и терпения и пригонения за правду Блаженно изданные правды ради, ибо их есть Царство Небесное Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах Он как бы так сказал, не унывайте и не отчаивайтесь, верные мои последователи Возвещающие людям правду словом и делом Твердостью необоримую, да изгнание из смерти, стоящая за истину мою, за заповеди мои Я буду вашей подпорой, вашей силой, вашим утешением Вашим внутренним блаженством при всех ваших злостраданиях, напастях и скорбях При всех истязаниях и мучениях за имя мое Те же страдания мои будут избыточествовать в вас Так будет вам избыточествовать мое утешение Изгнанники и мученики еще во время земной своей жизни При всех гонениях и скорбях, лишениях и мучениях Торжествовали над своими гонителями Радовались и веселились, идя на лютые мучения Как будто шли брать Царство Имели царственный дух, царственное величие, непобедимое терпение И своей верой и своим терпением посрамляли всех своих мучителей Царей и емонов А по смерти наследовали самым делом Царство Небесное И теперь царствуется Христом по слову Его Побеждающему дам стесть со мной на престоле моем Как и я победил и сел со Отцом моим на престоле Его Откровение 3.21 Вот как укрепляло их слово бессмертного Царя Христа Его вседействующая благодать Вот как разительно проявлялась сила Христова в этих немощных судах Пояснение Самое название газеты «Минута» как бы нарочито знаменательно указывает на скоротечность Призрачность всего земного, греховного, всего нападающего на Церковь Божию Но преднепобедимые силы благодати Божией Исчезающего как дым, как воск от лица огня Считаем необходимым здесь перевести ниже следующий послужной формулярный список Отца Янна Священнический сан был рукоположен 12 декабря 1855 года Преосвященным Христофором, епископом Ревельским В 1856 году получил выдававшиеся священникам в память войн 1854-1856 годов Темно-бронзовый наперстный крест на Владимирской ленте И светло-бронзовую медаль на Андреевской ленте В 1857-1865 годах по назначении пархиального начальства Вел в соборе катехизические беседы С 1857 по 1862 год состоял законноучителем Кронштадтского уездного училища и ланкастерского класса А с основанием в 1862 году Кронштадтской классической гимназии Сделался в ней законноучителем, оставаясь в той должности в течение 23 лет В 1864 году исполнял обязанности депутата по кронштадтскому благочинию В 1875 возведен сам Протеерея В 1876 ключа из собора Протеерея Веселовский принял монашество Вместо него был назначен отец Иоанн С выходом за штат в 1894 году настоятеля собора Протеерея Трачевского Почивший пастырь принял на себя и настоятельские обязанности Все награды, как духовные, так и светские, получены отцом Иоанном За отлично усердное служение и исполнение им своих обязанностей Так он награжден На бедренникам 60-й год Фиолетто-бархатной с куфьей 61-й Фиолетто-бархатной камеловкой 66-й год Золотым наперстным от Святого Синода выдаваемым крестом 70-й год За усердное служение Церкви Божией в 95-м году награжден палицей От болгарского князя Фердинанда получил бриллиантовый крест на золотой цепочке И, наконец, в 99-м году за усердную свыше 40-летнюю службу в духовном стане Сделан метрофорным протоиереем благословения Священного Синода С занесением в послужной лист Им получены два раза в 70-м и 89-м годах Ордена Отец Иоанн имел ордена следующие Святой Иоанны 3-й и 2-й степени в 78-й и 83-й годы Святого Владимира 4-й и 3-й степени в 87-й и 91-й годы И Святой Иоанны 1-й степени в 96-й год Болгарский орден 2-й степени со звездой и крестом в 99-й год Кроме крестов темно-бронзового и золотого от Священного Синода Отец Иоанн получил таковые же с драгоценными украшениями из кабинета Его Велищества От Кронштадтских почитателей в 80-й год От Петербургских почитателей в 80-й От Петербургских торговцев и других столичных почитателей в 84-й год За свою обширную благотворительность Отец Иоанн имел знаки ниже следующих обществ Императорского Российского общества спасения на водах Серебряный 91-й год Золотой 93-й Императорского Православного Палестинского общества для ношения на шее 93-й год Общество восстановления православия на Кавказе Знак Святой Нины 3-й степени 91-й год Таковой же 2-й степени 93-й год Холмского Православного Свято-Богородицкого Братства Золотой Знак 1-й степени Все кронштадтские благотворительные общества Имели глубоко уважаемого пастыря своим почетным членом Почетным и действительным членом Отец Иоанн состоял также во многих благотворительных учреждениях И братствах в обеих столицах и в других городах России На что и имел дипломы В 95-м году по воле их императорских величеств Отец Иоанн назначен членом комитета по устройству в России домов трудолюбия В 1894 году ездил в Левадию Где часто посещал больного царя-миротворца И присутствовал при последних минутах его жизни По воле государя императора Николая II Принимал участие во всех печальных церемониях По перевезению тела почившего государя императора Александра III Из Левадии в Петербург Перенесение из Николаевского вокзала в Петропавловский собор Также отпевание и погребение в этом соборе 14 ноября 1994 года по высочайшей воле Присутствовал при совершении брака их императорских величеств В большой церкви Зимнего дворца За что получил из кабинета его величества золотой С драгоценными украшениями на перстный крест 14 ноября 1995 года присутствовал при совершении церкви Зимнего дворца По таинству крещения первородной тщери их императорских величеств Великой княжны Ольги Николаевны За что удостоился получить семенной царской собственноручной подписью портрет 14 мая 1996 года по воле его величества Был командирован в Москву для присутствия при священном короновании Помазаний на царство их императорских величеств И имел счастье быть участником в этот день В сослужении божественной литургии в Московском Успенском соборе За что всемилостейший соприсвестен к ордену Святой Анны Первой степени 28 октября 1999 года по желанию болгарского князя и его высочества Фердинанда Совершал божественную литургию в храме Спасителя в Москве За что удостоился получить по окончании литургии и собственных рук его величества Высочество Болгарский орден второй степени со звездой и крестом И бриллиантовый крест на золотой цепочке В 1904 году присутствовал при крестинах его императорского высочества Наследника цесаревича Алексея Николаевича И получил украшенный драгоценными каменями крест из кабинета его величества В 1907 году назначен членом Священного Синода Чтение этого послужного списка знаменитого пастыря наводит на весьма поучительные размышления Мы видим, как долго отцу Иоанну приходится жить в скромной безвестной доле младшего священника при Кронштадтском Андрейском соборе Как целые десятки лет его держат в черном теле И, говоря попросту по-русски, не дают ему хода В самом деле, наца Иоанна возлагает одно послушание за другим Заставляет его исполнять то одну, то другую обязанность Но награды и поощрение даются ему скупо, редко Награды почти ничтожны, если принять во внимание его образцовую пастырскую ревность Заслуживавшую, конечно, гораздо большего Через пять лет упорного труда он получает всего лишь набедренник в 1860 году Камилавку ему дают лишь через 10 лет После рукоположения на перстный крест через 15 А в Сан-Протоирее его возводят лишь через 20 лет по принятию священства Объясняется это прежде всего великим смирением дивного пастыря земли русской Он не принадлежал к тому виду духовенства, которое часто встречается, особенно в наше время И которое мы называем искателями, ходящими по аристократическим салонам и гостинам И там вымаливающим содействие о какой-то награде или служебном повышении И вот из этих салонов по особой протекции Мсятся ходатайства о награждениях и поощрениях лиц, не всегда достойных То порекомендует Григория Петрова, то выдвинут Георгия Гапона А потом, когда качество этих Гапонов обнаружится Сколько бывает хлопот, труда и возни, чтобы как-либо избавиться от этих проходимцев Великий пастырь земли русской не знал никаких салонов и гостиных Да и некогда ему было и ходить туда Он все время был занят своим пастырским делом, молитвой, проповедью, дохождением по сердакам и убогим кронштадтским лачугам Он ожидал себе награды лишь от небесного пастыря-начальника Господа нашего Иисуса Христа А также людям, от людей награды иногда и вовсе не дождаться Правда, с 1894 года, после оказанного самим государем-императором Александром III внимания отцу Яну Он достиг всероссийской славы и награды стали тогда давать ему быстро Но первые десятки лет его пастырского служения В Кронштадтский собор он поступил в 1855 году А настоятелем собора сделан в 1894 году То есть ровно 40 лет он не был настоятелем Образцовому пастырю, всероссийскому молитвеннику, вселенскому светильнику Вполне достойному занимать кафедру всероссийского патриарха О чем писал в новом времени Мельшиков Целых 40 лет пришлось не иметь настоятельского звания При скромном провинциальном Кронштадтском соборе Золотые драгоценные камни лежат в глубине земли А на поверхности обычно видны лишь ссоры шелуха Зависть окружающих к отцу Яну, с другой стороны, его собственное смирение Стремление не выставлять себя на показ Удаление от аристократических салонов и усердное посещение лачуг бедняков Все это, по-видимому, было сильной преградой к прославлению отца Иоанна Но там, где хочет Бог, побеждается естества чин Над отцом Иоанном во всей полноте исполнилось слово, писанное в житиях угодников Божиих Стяжавших смирением высокое, нищетою богатое И лико смиряши себе угодник Божий, талико паче Бог, прославляши его Об этом подробнее скажем в следующей главе Начало прославления отца Иоанна Христолюбивая раба Божия Параскева Ивановна Кавригина Празднование 25-летия и 35-летия священства Быть может, долго-долго бы еще пришлось этому великому светильнику Гореть под спудом по его глубокому смирению К невыразимому прискорбию всех требующих и жаждущих его святых Господу угодных молитв и помощи Если бы не постна была самим всевицем путеводная звезда Указавшая место, где возгорался этот давно И многими искомый вожделенный светильник и молитвенник И звезда эта явилась в лице никого другого Как смиренной, в бозе почившей старицы, девственницы Параскевы Ивановны Кавригиной Вся жизнь, которая сызмала до самой смерти Преисполнена была духовных назиданий и прекрасных примеров И в то же время проникнута духом строгого подвижничества Параскева Ивана Кавригина родилась 14 октября 1816 года В Костромской губернии Чехломского уезда Глазунова-Бушневской волости Соборовского прихода села Тушевина В деревне Фалагина, отстоящей от города Галича в 12 верстах Вся семья состояла из благочестивых родителей Ивана Ивановича и Ульяне Филимоновны Четырех сыновей Иоанна Косьмы, Иулиана и Андрея И двух дочерей Ксении Параскевы Все они были крепостными людьми князя Долгорукого Самая младшая из семьи, дочь Параскева от природы Ненаделенная особенной красотой телесной Из млада отличалась выдающейся красотою душевною Была смиренна, кротка и молчалива Отверзая устав своей лишь на разумные речи Для славы Божией Или же в минуту сожаления о чужом горе Родителям своим она была покорна И весьма дорожила их благословением С 18-летнего возраста она уже вела в доме все хозяйство Рисковала принимать странников и странниц Хотя ее родным это весьма не нравилось И они ей зато часто досаждали Она же, любя золотое молчание Сносила все попреки безропотно Делая, делясь своей долей с другими Так что из дому никто не уходил Ненаделенным хотя чем-нибудь Приобретая своим уживчивым, кротким и добрым характером Общую любовь и уважение окружающих Она немало не превозносилась перед другими Стараясь быть всегда незамеченной Но симпатичность, открытый и светлый взгляд Беспримерная скромность, соединенная с нежностью обращения Не могли укрыться от зорких и пытливых глаз мужчин Из которых весьма многие считали для себя гордостью Великой честью быть ее женихом И искали ее руки Почему отец во избежание насильного замужества закрепостного Выкупил ее на свободу Вовсе не подозревая, что таилось и взлелеено было на душе У его дочери Пороскевы Мысли и чувства которой всецело были поглощены спасением своей души И приобретением вечного жениха Христа Стремясь посвятить себя всегдашнему девству Пороскева думала не о замужестве А о предметах духовных, дорогих ее сердцу С этой целью она с особенной любознательностью Подолгу беседовала со странницами или монахинями Увлекаясь их рассказами И будучи грамотною Сама любила много читать душеспасительных книг Особенно жития святых Уважая священных лиц до благоговения Пороскева сильно раздражалась Если кто-либо недоброжелательно Или пренебрежительно высказывался о духовенстве Любя церковное богослужение Она не пропускала ни одного воскресного и праздничного дня Чтобы не побывать в приходской церкви Несмотря на семиверстное расстояние Той от их деревни И спешила прийти в храм Божий непременно к началу службы Удивительно представить воображение Как молодая подвижница Слабая по своему полу Но твердая, как адамант по духу и вере С молитвой в устах Имея с собой икону покрова Богородицы Этой небесной путеводительницы Часто темной ночью В ненастную погоду А одна безбоязненно Пробирается к приходской церкви Или к святой обители Никакие путевые искушения Или смущения Не в силах были остановить ее От намеченной И предпринятой благой цели С двадцатилетнего возраста Пороскева возмела усердие Ходить по богомольям И одна Сопровождение или других Причем будучи полной хозяйкой в семье Возросшей по причине презрения Ее круглых сирот, родственников До двадцати человек Она должна была бы отказаться От всего духовного удовольствия Но святое намерение Не признает преград Пороскева, имея с поспешницей Божию Матерь Успевает всюду Не забывает и странников Усердно работает и в домашнем быту Посещает святые места И не упускает в то же время Вечерних и утренних молитвенных правил Ко всему же этому еще и благодушно Претерпевает нарекания За любовь ко святым местам От окружающих Которые по научению Исконного врага нашего дьявола Издеваясь над ее набожностью Благочестим ее подруг Дерзали обзывать их В глаза Раскольницами и хлыстовками Но все эти незаслуженные насмешки В конец разбивались О невозмутимый характер Пороскева Огражденный к тому же Же непоколебимым терпением Особенно излюбленным местом Посещения Пороскева и была Решминская обитель В которой, как благоуханный Крин подвязался в то время Ученик преподобного Серафима Саровского Благочестивый старец Иеромонах Иларион Имевший громадное влияние На душу и сердце Пороскевы И на всю ее Последующую жизнь Он с первого же взгляда Усмотрел в ней Непреодолимое и сильное стремление Ко всему возвышенному Немирскому Подвигам самоотречения Ради спасения души В духовным беседам Который и вел с ней Не утомляясь А радуясь Видя к ним Ее благооговение И влечение Насколько же должны были Стать душеспасительны Эти беседы Великого и дряхлого Старства с подвижницей Юной не годами А духом И жаждавшую Духовного просвещения Один всевидец Господь Был беспристрастным Свидетелем Возвышенного настроения Этих двух существ Одного уже Алчущего Вечного соединения Со Христом А другой Лишь успевший Вполне созреть На духовной почве Так-то неисповедимый В своих судьбах Господь Невзирая ни на плоть Ни на возраст Ни на общественное положение Сблизил Уже заочно Сроднившихся По духу Смиренный Пороскеву Ивановну С почтенным Старством Иларионом Который Обладая В числе Других добродетелей Даром Прозорливости Вместо Завещания Не запиная Сизерек Свою волю Пороскеве Идти в Кронштадт Сказав На смертном Адре Как бы в духе Пророчества И благословения Что в Кронштадте Есть Великая Светила Церкви Христовой Отец Иоанн И что Пороскева Служила При нем И вот За семнадцать Лет до своей Смерти Пороскева Ивановна Перебирается В Кронштадт Где издавна Жили ее родные Братья Из коих Один Был зажиточен И скуп А другой Хотя и бедный Но добрый У которого Она и любила Более пребывать Кто не возблагоговеет Перед дивными Путями Промысла Божия Который Устроил Жить Братьям Пороскевы За тысячу Слишком Вер Сотродины Но не в ином Месте А именно В Кронштадте Где начинала Светиться Великая Звезда Духовного Мира Как бы Ожидая Только меньшие Путеводные Звезды Не ради Братьев Однако Стремилась Пороскева Иванов Кронштадт Духовное Сердце Искало Духовной Пищи Главная Ее Цель И желание Далеко Еще Не были Достигнуты Ибо Она Еще Не познакомилась И даже Не видала Отца Иоанна Сергиева Которому По прозорливому Завещанию Отца Илариона Пришла Служить Презирая Всех И Все Сует Нам Всем Мире Какое же Должно Было Исполнить Они Сглаголовную Радостью Жаждущее Сердце Пороскевы Когда Она Увидала Отца Иоанна В первый Раз За Вечерней Службой В Андреевском Соборе Она Сразу Восчувствовала Всем Своим Благочестивым Сердцем Что Воля Блаженного Старца Илариона Начинает Исполняться Уйти Из Собора Не взяв Благословения От Отца Иоанна Она Была Не в силах Но Широкое В любви Сердце Пороскевы Двигает Ее Далее Она Просит У Отца Протеерея Позволение Раскрыть Перед ним Свою Душу На Исповеди И Получив Просимое Дерзает Новую Просьбу Беспокоить Отца Иоанна Уделить Ей Несколько Времени Для Духовной Беседы И назидания Ранее Исповеди После Этого Правительствуемой Им Бедной Женщине Евлампии Петровне Шляпниковой Прося Ее Принять Пороскеву Ивановну Как Родную Мать Едва Принятившись У Шляпниковой На самое Короткое Время Пороскева Ивановна Сама Живя Ранее В многочисленной Семье И Зная Из Опыта Что Невозможно Обойтись Сей Жизни Без Расприй Стала Внушать Ей Во время Ссоры Семейных Неприятностей Не отвечать Взаимными Колкостями Как Это Обыкновенно Искренне Практикуется Женщинами А Читать Втайне Молитву И Благое Действие Совета Сразу Обнаружилось Лишь Только Начинался Семейный Раздор И Влампия Петровна Вооружалась Тайной Молитвой То Чаж Водворялась И Любезная Всем Тишина Далее Пороскева Ивановна Часто Говорила Ивлам При Шляпниковой Помни Все Батюшкины Слова Ибо Он Великий Светильник Между Тем В то Время В отце Иоанне Сергиеве Народ Не видел Еще Ничего Выдающегося Кроме Некоторых Странных Якобы Несовершенных Отношений Его К посомам Особенно Слабым Требующим Духовного Укрепления Которых Он Сам Разыскивал Водушевлял И делился С ними Последними Средствами К немалому Удивлению Окружающих Не привыкших Видеть Такого Отменного Оригинального Отношения Истинно Любящего Пастыря К Страждущим Посомам Но Чуткого Сердца Пороскевы Не могло Укрыть Все это Теплое Попечение Нуждающихся Со стороны Протеерея Саяна Хотя В этот раз Она прожила В Кронштадте Всего Шесть Недель Вынужденная Уехать В деревню Для окончания Постройки Где и прожила Три года Четыре месяца Душой Пребывая В Кронштадте Ибо Любящее Сердце Где бы Не витало Всегда Духом Стремиться К любимому Предмету Тем не менее Для Пороскевы Тягостна Была Эта Разлука Так как Она находилась Без руководителей И советников И милосерный К любящим Его Господь Зная Ее Душу И искренние Благие Стремления Не восхотел Более Искушать Терпение Ковригиной И в декабре Семьдесят Второго Года Благоволил Поселиться Ей В Кронштадте Навсегда Жителям Кронштадца Не могло Не броситься В глаза С того Необычного Обстоятельства Что Пороскева Ивановна Подолгу Прогуливалась По улицам Города С отцом Иоанном Сергиевым А также Всюду Сопровождала Его Смиренно Беседуя С ним И внимательно Слушая Его Назидание Очень понятно Что любопытная Провинциальная Толпа Преимущественно Женского Пола Не сил их Была преодолеть Своё любопытство И удушив Удобное Время Когда Пороскева Оставалась Наедине Осаждая Ее Распросами Об отце Иоанне И причине Ее Долгий Бесед С ним Вникая В дух И намерения Вопрошающих Пороскева Ивановна Твёрдо И просто Объясняла Им Как благотворно И отрадно Для духа Действует Беседа Отца Протеирея Сергиева Как Обновляется Это человек Иоанна 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 Образовалась Образовалась Общество Которое Стало Преследовать Кавригину Имея Хорошую Цель Побеседовать С нею Раскрыть Свои Душевные Сердечные Язвы Посоветоваясь О различных Планах Предприятиях Недоумениях Особенно В тех Случаях Когда Стеснялись Сообщить Что-либо Тяготеющее Душу Лично Отцу Иоанну Сергиеву Но Жаждущей Духовного Обновления И себе И близнюю Пороскела Ивановна Не могла Остановиться На столь Малом Обильно Любящее Сердце Искала И обильных Плодов С этой Целью Она Убедила Почтеннейшего Отца Протеирея Иоанна Устроить Духовные Беседы В достойных Домах Для Жаждущих Душевного Спасения И Просвещения И Получив На это Благоплодное Дело Согласие И благословение Отца Протеирея Оповестила Знакомых О месте И времени Беседы Предупреждая Приглашать На нее Только Верующих Первоначально Посещали беседы Очень немногие Или Не доверяя На них Предлагаемому Или же По душевной Слепоте И рабству Распленному Миру И вовсе Не желая Присутствовать Наонах Дабы не услышать Укоров И обличений Своей совести Для всего Этого Требовалось Время И время Но Не бойся Малое Стадо Так благоволил Отец Ваш Небесный Дать вам Царство И Малое Стадо Не убоялось А движимое Ненасыщаемое Добродетелью К Ближнему Поросхевою Постепенно Возрастало Стареца Поросхева Являлось Для каждого Доступной Понятной Доброй И смиренной Наставницей Приближался 25-летний Юбилей Отца Иоанна В священническом Сане Сильным Непреодолимым Желанием Возгорело Сердце Поросхевы Ивановны Ознаменовать И обессмертить Этот день Чем-либо Особенным Увековечить Подвиг Достойнейшего И ревностнейшего Из пастырей Однако Как ни было Великой И любвеобильный Желание Поросхевы Привести Его В исполнение Казалось Более чем Затруднительным Почти Невозможным Слишком Расточительные Часто На вредной Прихоти Малочисленные Еще тогда Почитатели Отца Иоанна Явились Далеко Нещедрыми На выполнение Благой мысли Вдобавок Относясь С недоверием И небрежением К всему делу Много Много Пришлось Вытерпеть Нравственных Мук Благочестивой Почтенной Старицы Как известно Просить Вообще Нелегко Даже и на Насущное Пропитание Без коего Нельзя Обойтись А просить И в большом Размере На удовлетворение Лишь желание Сделать честь Другому Это уже В своем Роде Подвиг Затрагивающий У скупых Совесть Раздражающий Нервы И убивающий Благое Расположение Духа Столь нужное В каждом Добром Деле Только Искренняя Неподдельная Любовь Явилась На помощь Ковригиной После многих Затруднений И преград Собрана Наконец Была Сумма Восемьсот Рублей И решено Было Наону Приобрести И преподнести Отцу Иоанну Сергиеву На перстный Крест С неимоверными Усилиями И трудностями Благое Намерение Выполнялось Уже В конец К общей Радости Усердных Дарствователей И наипаще Пороскеева Ивановна Как Подавши Первую Смелую Мысль Осем Намерения Но Глубоко Смиренный Отец Иоанн Признавая Для себя Недостойным Укоризненным Для своей Действенной Совести И носить Носить на персях Драгоценные Изображения Того Кто на раменах Своих Нес Крест Деревянный Не хотел Сначала И слышать О таковом Приношении Усердствующих Только После Неотступной Просьбы И умелых И умелых Основанных Лишь На любви Доводов Со стороны Ставицы Пороскевы Дал Наконец Своё Согласие На принятие Сего Многоценного Дара Сказав Благодарность Прочувствованную Умилительную Речь Такого Содержания Речь В день 25-летнего Юбилея Ключаря Протеерея Кронштадтского Собора Иоанна Сергиева Прихожанам 14 декабря 1880 Года Сказанное В церкви Преподнесение Драгоценного Креста И вы Любезные Братья Вспомнили Знаменательный Для меня День Посвящения Моего В Иерее И с Такое Благосклонное Все покрывающее Любовью Изволили Ознаменовать Нынешний День Поднесением Мне Этого Драгоценного Знамения Нашего Общего Искупления Благодарю Вас Что Вы Благоволительно Воззрели На мое 25-летнее Служение В Сане Иере Не знаю Кому Больше Чести В этом Даре Вам Или Мне Я думаю Что Вам Сочувственно Относившимся К моему Посильному Служению Коего Цель Есть Общее Наше Освещение И Спасение Да Вам Теплоте Вашей Верии И Любви Вашего Христианского Чувства Да Приводят Всегда С Вами Эти Христианские Добродетели Настоящий День Мог Пройти Неотмеченным С Вашей Стороны Никаким Особенным Знаком Внимания К Моему Скромному Служению Как Принимающим Принимающий Пророка Во имя Пророка То есть Почитающим Его За самое Имя И Звание Получит Сам Награду Пророка Говорит Господь Я Говорю Спасибо Вам Что Вы Благосклонно Отнеслись К Моим Немощам Да Я Исполнен Немощи И знаю Мои Немощи Но Сила Божия В немощи Совершается И Она Дивно Совершилась Во мне В продолжении Двадцати Пятилетнего Священствования Моего И дерзну Сказать Ибо Скажу Истину Через Меня Совершалась Во многих В простоте Верующих Очевидным Осязательным Образом Слава Благодати Слава Господу Иисусу Христу Даровавшему Нам Благодать На Благодать Говорю Вам Об этой Силе Божией Во мне Для того Чтобы Вы Вместе Со Мною Прославили Великого Бога И Спасителя Нашего Иисуса Христа Коего Благодать И милость Не оскудевает Как и ныне Не оскудеет До века Кто Исчислит За все Это Время Безнус Спасения Божия Совершавшегося Во мне Благодатью Христовую Всякий Всякий День И Многократно Не могу Исчислить Бесчисленного Множества Козней Миродержца И приступов Страстей Разрушенных Милостью И силой Христовой Во мне По моей Тайной Молитве Веры Ради Сердечного Покаяния И особенно Силы Божественного Пречащения Какой Ангельский Многообъемлющий Ум И зачтет Все тайные Дары Божией Душе Моей Благодатные Дары Милости Очищения Освещения Просвещения Мира Умиления Свободы И пространства Душевного Радости В Духе Святом Дерзновения И силы Многоразличные Помощи Коих Я невидимо Сподоблялся Во все Дни Моего Священствования Не могу Исчислить Бесчисленного Множества Врачеваний Благодатных Душевных И телесных Совершенных Во мне Господом Через Сердечные Призывания Чудного Имени Его Слава Спасителю Нашему Богу Он Видит Что я Неложно Воссылаю Ему Эту Славу Только Им И от Имени Его Я Славен А без Него Бесчестен Только Им Силен А без Него Немощен С Ним Свят Без Него Исполнен Грехов С Ним Дерзаю Без Него Молодушествую С Ним Кроток И Смирен Без Него Раздражителен И Нем Нем Благ Возвеличите же Господа Со Мною И Вознесем Имя Его Вместе Да Привудут Незабвенными Для Меня Эти Милости Господни Вовек Да Укрепляют Они Мою Веру И Надежду На Будущее Время Да Утверждают Стопы Мои В делании Заповедей Божьих В Непреткновенном Прохождении Высокого Звания Священнического Дорогие Братья При виде Этого Драгоценного Креста Из Золота И Драгоценных Камней Я Припоминаю Слова Господа Иисуса Христа Ангелу Или Епископу Ладикийской Церкви Идущие Ко Мне Советую Тебе Купить У меня Золото Огнем Очищенное Чтобы Тебе Обогатиться То есть Стижать Душу Очищенную Огнем Искушений Я Не купил И не приобрел Еще себе Этого Духовного Нетленного Золота Не напрасно Ли я буду Носить Это Тленное Золото Не стяжа В душе Чисто И сердце Непорочного Равно Равно Не приобрел Я В достоянии Неотъемлемое Духовного Драгоценного Камня Который Иисус Христос И не утвердился В нем Непоколебимо А без этого Камня Драгоценные Видимые Камни Не дадут Мне Света И не утвердят Души Моей На основании Незыблемом О Господи Камень Ты дорогой Просвети Меня Еще Омраченного Тьмою Страстей И утверди Стопы Мои Часто Колеблющиеся На камне Веры Вы Приносите Мне В дар Как Выражение Вашей Любви Вашей Веры И благочести Этот Драгоценный Крест Но Как Я Вложу Его На Перст Когда Пастырь Начальник Наш Господь Иисус Нес Деревянный Крест На Раменах Своих Для Принятия Неправедной Казни За Нас Изнемогая Под Тяжести Его Как Я Буду Носить Его Когда Я Не Научился Еще У Него Полагать Душу Свою За Овец Стадо Его Когда Я Не Научился Распинать Плод Свою Со Страстями Ее И Похотями Когда Не Научился Еще Жить Не Себе Благопротивное Самолюбие В разных Видах Живет Во Мне И Нередко Омрачает Душу Мою Разве Для Обличения Себе Буду Я Носить Его На Своих Персях Которых Еще Не Горит Постоянным Пламенем Любовь К Распятому И К тем За Кого Он Распят Простите Мне Мое Недоумение И Мое Колебание Мы Готовы На Получение Наград Но Не Всегда Готовы На Само Отвержение Ох Дорогие Души Искупленные Драгоценную Кровью Агнца Божия Да Привлечет Он Нас Всех К Себе По Обетовании Своему Когда Я Вознесен Буду От Земли На Крест То Всех Привлеку К Себе И Да Присвоит Нас Всех Присвоением Вечным Да Соединит Нас Всех Во Единомыслие Под Спасительным Знаменем Креста К Победному Шестью Иерусалиму Небесному Где Ожидает Всех Нас Агнес Закланный От Создания Мира Прошу Прошу Да Да Своей 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 Любовью И Миролюбие Много Содействовало Мне К тому Чтобы Служение Мое Было Доброе Неблазненное Благоплодное Для Благочестивых Душ Благодарение И Нашему Архипастырю Благосклонно Возревшему На Мое Служение И На Ваше Перед Ним Предстательство За Меня Спасибо Всем Вам Однако Деятельность Ковригиной На Первых Порах Сосредотачивалась Лишь В Малом Кружке Города Кронштадта Таково Уже Правило Подвижников Христовых Искать Бога И Убегать Людской Славы Мешающей Любомудрию Но Разве Может Укрыться От Зора Город Стоящий На Вершине Горы Разве Зажигает Светильник Для Того Чтобы Ставить Его В Потаенный Угол Без Всякой Пользы Наконец Разве Не Изус Двенадцати Простых Рыболов А Всю Землю Из Иде Вещание Их И в Концы Вселенной Глаголы Их Правда Великий Светильник Духовного Мира Давно И Ярко Светил Но Светил Еще Только В Одном И То В Глухом Месте Тогда Как По Пред Определению Всевышнего Ему Надлежало Воссиять Светлее И Обширнее Ибо Жатвы Много Делателей Ж Мало И Вот В 1881 Году Паровскева Ивановна Недовольствиясь Утвердившимся Духовными Беседами В Кронштадте Спешить В столицу Дабы И здесь Небоязненно С одной Лишь Верою В Бога И Любовью К Ближнему Сеять Доброе Семя И Какое Дивное Стечение Обстоятельств Святого Иоанна Затауста Бестрепетно Прославляет В Храме Божием Простая Женщина А Незабвенного Отца Протеерея Иоанна Сергеева Также Бестерепетно Прославляет Худородная Старица Девственница И Прославляет Не в одном Храме А всюду Да Сбудутся Слова Господа Славы Сказанной Апостолом Что Говорю Вам На ухо Во храмах Проповедано Будет На кровлях И Таким Образом Возвещая Славу Добродетели Почтенейшего Пастыря Смиренная Раба Пороскева Незаметна И Сама Становилась Причастной Этой Славы Жители Столицы Незамедлили Откликнуться На зов Ковригиной Стали ездить В Кронштадт Постепенно Кронштадтский Пастырь Начинает Делаться И Петербургским И Всероссийским Духовные Беседы Продолжались По-прежнему В квартире Самой Пороскева Ивановна Только В более Обширных Размерах Вследствие Наплыва В Кронштадт Столичных Усердствующих Обывателей Всем Здесь Руководила Пороскева Ивановна Лично Без лицеприятия И тем Баши Без корыстолюбия Все было Общее К услугам Верующих Начиная С помещения И пропитания Так что Невольно Приходили На память Христианские Собрания Первых Времен Апостольских Когда У верующих Было Одно Сердце И душа И Все у них Было Общее Не было Ни богатого Ни бедного Ни господина Ни раба А все Братья И сестры Во Христе Но это Было Только Первые Были Шаги Ковригиной Относительно Духовной Деятельности Отца Протоиерея Сергиева В столице Будущее Великое Еще Созревало Христианские Одними беседами Водворяется Мир Уничтожается Супружеская Неверность Несогласие Или Непокорность Родительской Воле Получается Исцеление От разных Болезней Идругов Познается Истинный Бог Утверждается Уважение К священным Лицам Укрепляется Любовь К ближним И дальним И Оставляется Навсегда Распутная Жизнь Этой чести Этого дара Различных Исцелений От уважаемого Отца Протаирея При теплом Участии Доброй Кавригиной Впервые Удостаиваются В столице Не дворцы Не наделенные Избытком Земных Благ Счастливцы Мира Сего А скромные По большинству Скудные Средства Передвивающиеся В жизни С хлеба На квас Обитатели Сенной Истари Пользовавшиеся Незавидной Репутацией И презрением Да сбудутся Слова Спасителя Не требуют Здоровые Врача Но Болящие Обремененные Недугами Душевными И телесными И угнетаемые Самой Жизнью В числе Этих Обремененных Недугами И угнетаемых Жизнью Был между Прочем И я Рассказывает Об этом Благочестивый И верующий Почитатель Отца Иоанна Кудрявцев Над Которым Благотворное Влияние Советов И внушений Пороскевы Иоанна Основанных На твердом Камне Веры И любви К ближнему Высказывалось В самых Обширных Размерах Не говоря Не говоря Про исцеление Всей моей Семьи По молитвам Отца Иоанна Которого Так умеюще Расположила Ковригина Ко мне И незабвенную Радость Всей семье О чем Подробно Сказано Будет Ниже Даже В самых Мелочных Житейских Событиях Руководство И братский Совет Почтенной Старицы Всегда Приносили Обильные И прекрасные Плоды Существуя С многочисленной Семьей Единственной Торговлей Которая Для самых Опытных Капиталистов Часто Служит Подрывом Всего Благосостояния Мне При ограниченных Денежных Средствах Неоднократно Приходилось Испевать Горькую Чашу Полнейших Неудач Приводивших Меня Каждый раз В безвыходное Положение И Пороскева Иванова Всегда Появлялась Именно В эти Критические Минуты Как Добрый Ангел Мира И Благопоспешности Находя Выход И из Безвыходного Единственной Своей Твердой Верой В промысел Божий Каковую Веру Она Всеми Силами Любящей Души Старалась Возгревать И во Мне Однажды Находился В совершенном Отчаянии От разорения В торговле Товар на лицо Не было Долгу Уже Было Много В кредит Не верили А ежедневное Содержание Семьи И рабочих Обходилось Более Десяти Рублей Пришла Ковригина Которая Поведал Своё Великое Горе Она Утешив Меня Полными Самого Живого Участия Словами Великого Великого Ехать В Кронштадт К отцу Иоанну Ободривши При этом Смело Идти На поправление Торгового Дела Удостоившись От отца Протеерея Принятия Святых Христовых Тайн В Кронштадте И облегся В тем Свою Душу Я Вскоре Возвратился В Петербург И Влеком И Какой-то Невидимой Силы Прямо С вокзала Отправился К одной Купчихи Содержательницы Живорыбного Садка Которая Спросив Меня Про дела И Семейство Несмотря На то Что Я Был Ей Должен Охотно И Необинуясь Отпустила Мне В кредит Товару На Полторы Тысячи Рублей Что Я До Сих Пор Приписываю Единственное Чуду И Богоугодным Молитам Отца Иоанна И Старице Пороскевы В Другой Раз Не имея Денег Я Должен Был Выплатить За Лавку 400 Рублей И Провести Воду Для Живой Рыбы По Присущему Молодушию Я Опять Пришел В отчаяние И Опять Внезапно Будучи Никем Посланной Явилась Добрая Кавригина Сказав Только С Соучастием Что Для Бога Нет Ничего Невозможного Действительно В тот же Достал Займы У Кума И других Приятелей Требуемую Сумму Денег И Сделал Торговый Оборот Радуясь В душе Что Познал Такую Богоугодную Старицу Несколько Задушевных Слов Которые Отвращают Непроходимое На наш Взгляд Горе Подобных Случаев Благотворного Участия Пороскевы Ивановны В безвыходных По-видимому Обстоятельствах Было Очень Много Но Перечислять Их Все Подробности Было Бы Слишком Долго Здесь Приходится Подробно Говорить Про Личность Преснопамятной Пороскевы Ивановны Ввиду Ее Громадного Значения Какое Она Имела Для Прославления Отца Иоанна Не менее Меня Обязан Благим Советом И наставлением Пороскевы Иоанна Мой Собрат По духу И ремеслу Тягунов С которым Мы Безоговорочно И с Рвением Выполняли Все Ее Желания Внушения И намерения Боясь Поплатиться За Слушание Ее Советов Чего Однако Не избежал Тягунов С первого Знакомься Со Старицей Пороскевой Благодаря Своей Молодости И Неопытности Пороскевы 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 Благодаря